Компания «Винконсалтинг» 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 Универсальность предпринимательская платформа Как я и говорил, выступал написал, что пришла идея во время общения с Федерацией предпринимательства. Далее идет глоссарий, то есть некоторые термины будут немножечко в преломлении к презентации иметь несколько иное значение, нежели классический, либо достаточно узкое. Либо относить более узкое значение, но это как бы последствия будут поистину. Для начала давайте обозначим проблему. Проблема это, скажем так, сопровождающие бизнес-процессы, которые отвлекают предпринимателя от основной деятельности. То есть суть предпринимательской деятельности заключается в создании определенного продукта. Тем не менее, когда человеку приходит мысль создать бизнес, всегда необходимо сталкиваться с рядом административных процедур, и регистрации компании, эти административные процедуры все не заканчиваются. То есть ведение деятельности тоже сопряжено с ведением бухгалтерии, с правовой поддержкой предприятия, связями с инвесторами. То есть частично эти процессы перечислены здесь. Мы, как со вторым автором проекта, в процессе нашей консалтинговой деятельности часто соприкасались с тем, что люди часто допускают ошибки. И допущение этих ошибок и постоянное сталкивание с этими проблемами их не только отвлекают, но как бы отбивают у них желание вести бизнес, тратится время, тратятся на это деньги. Существующие способы решения, вот здесь перечислены, аутсорсинг, консалтинг и посредничества, которые вроде бы как должны решать эти проблемы, они их решают, но они обладают высокой стоимостью, все равно тратится большое время, имеется человеческий фактор при этом. Ну и еще такой момент, что в любом случае за все вот эти вот поддерживающие бизнес-процессы ответственность в конечном итоге несет сам предприниматель. Решение этой проблемы мы предлагаем создать универсальную предпринимательскую платформу, которая эти процессы упростит и удешевит. Каким образом, расскажу далее. Что, по нашему мнению, чем даже не будет, а чем должна быть универсальная предпринимательская платформа? Ну, юридически, это если ее рассматривать вне концепции Smart City Минска, она должна являться государственным юридическим лицом с особым статусом. То есть это должно быть юрлицо владения, которое будет либо частично государство им должно владеть, либо полностью. Технически это программное обеспечение, доступ к которому может быть с мобильного телефона, либо с компьютера с использованием технологий блокчейна и искусственного интеллекта. Каким образом они будут полезны, тоже далее расскажу. С политической точки зрения особой юрисдикции, именно с точки зрения налогов, с точки зрения построения процессов, с точки зрения требований к регистрации и ведению бизнеса. Ну и с социальной точки зрения, здесь еще достаточно не широко в данной презентации раскрыто, но с социальной точки зрения мы предполагаем, что впоследствии она сможет некоторым образом стать основой и почвой для гарантированного дохода. Также далее расскажем. Возможности, которые будет предоставлять универсальная предпринимательская платформа, это создание нового бизнеса, размещение действующей компании, либо приобретение токенов. То есть на платформе будет регистрироваться физическое лицо пользователя, которое будет иметь возможность как создать новый бизнес, так свой старый аккредитовать, так и выступить инвестором, либо иным способом приобрести токены. Токены в данном случае подразумеваются не в классическом значении, когда под ними подразумевать могут криптовалюту или что могут быть токены, секьюрити токены, коммунити токены. В данном случае имеется в виду именно токены акций, то есть токены как доли от компании. Создание нового бизнеса. Давайте посмотрим, как будет происходить. Физическое лицо через универсальную предпринимательскую платформу сможет выбирать вид деятельности, которым заниматься, обучиться необходимым навыкам, если, к примеру, недостаточно навыков для занятия этой деятельностью, и через кроудсорсинг получить полезные советы по ведению своей деятельности, критику некоторую и, скажем так, полезные идеи, чтобы дальше продолжить свой бизнес. С помощью универсальной предпринимательской платформы, точнее с помощью искусственного интеллекта, который будет с ней присутствовать, проект будет упакован, далее описан будет этот процесс более подробно. Затем будет официально проведена государственная регистрация компании через платформу и будут выпущены токены. То есть в нашем случае планируется, что токены выпускаются на полную, на 100% доли компании. Ну и, соответственно, если это новая компания, то они делятся, скажем так, сообразно решению, которое примет физическое лицо создатель, либо совместно с инвестором, какой будет подписан на этот счет смарт-контракта. Если это действующее предприятие, то в соответствии с долями в действующем предприятии доли будут поделены и на этой платформе. Давайте разберем процесс выбора вида деятельности. Физическое лицо будет заполнять резюме, то есть указывать свой опыт, свое образование, и выбирать вид деятельности, которые ему кажутся более перспективными, более интересными для ведения. И универсальная предпринимательская платформа, исходя из анализа этих двух документов, будет предлагать, во-первых, тест по компетенциям, то есть человек, грубо говоря, обозначил свои компетенции, и платформа тестирует, насколько он адекватно оценивает свои компетенции. Во-вторых, группа платформа проверяет резюме, то есть проверяет достоверность этих данных, проводит исследования по выбранному виду деятельности, то есть проводит, исходя из данных, находящихся в интернете и находящихся в самой платформе, проводит исследования, насколько этот вид деятельности востребован, возможен, и предлагает обучение, то есть предлагает различные возможности. Отдельно про блок обучения тоже расскажу, и там, ну, различные варианты предполагаются. Упаковка проекта, процесс, так, одну секунду, так, ага. Процесс упаковки проекта будет выглядеть следующим образом. Когда вид деятельности избран, универсальная предпринимательская платформа собирает по нему более подробные данные, вот, и дополняет эти данные, ну, то есть объективные данные, дополняет данными конкретного инициатора проекта, то есть какие скиллы инициатора проекта будут полезны в данном проекте. Передает эти данные в бизнес-план и одновременно передает их физическому лицу, которое с помощью бота еще какие-то, ну, бот задает вопросы, физическое лицо высказывает пожелания свои к бизнес-плану, то есть какие-то дополнения полезные, и, соответственно, получается бизнес-план. И за счет того, что будет использована технология блокчейн, этот бизнес-план впоследствии с помощью смарт-контракта сможет стать договором с инвестором на инвестирование, и, соответственно, неисполнение бизнес-плана можно сразу будет увидеть и пресечь. Так, извиняюсь. Регистрация компании. Универсальная предпринимательская платформа задаст физическому лицу вопросы, и, исходя из ответов на эти вопросы, сформирует типовой устав. То есть этот устав будет простой. Понятное дело, современные технологии не позволяют пока что еще сложного устава составить, ну, в принципе, для начинающего бизнеса, для малого бизнеса, простого устава достаточно для создания бизнеса. Устав будет понятен в формулировках как инициатору проекта, так и возможным инвесторам, возможным партнерам. Вот, и, кроме того, данный устав будет содержать существенные условия, ну, которые необходимы для того, чтобы этот бизнес считался зарегистрированным для окружающего мира всего. Так, далее пишем размещение действующей компании. Мы рассказали про размещение нового бизнеса. Здесь действующая компания. Действующий бизнес регистрируется на универсальной партнерской платформе и проходит аккредитацию. То есть платформа уточняет, является ли это лицо в действительности зарегистрированным. Далее происходит токенов. То есть, как ранее говорилось, на полную долю выпускаются токены, которые делятся сообразно с долями, которые в компании и так уже уставом закреплены. Далее предлагается, опять же, обучение новым навыкам. То есть, повышение квалификации, переквалификация, дофинансирование бизнеса, краудсорсинг, то есть, опять же, полезные советы по ведению бизнеса, проведение тендеров и товарной биржи. Давайте на проведении тендеров и товарной биржи остановимся. Проведение тендеров будет здесь в простом. То есть, это не классическое понимание тендера, которое содержится на сегодняшний день в белорусском законодательстве. Имеется в виду тендер, как заявка о закупке. То есть, резидент платформы размещает запрос, МФ-платформа организовывает тендер, подбирает где-то даже предложение, с чем некоторые люди сталкиваются, что иногда сложно на тендерной площадке найти, каким образом продвинуть свой товар либо услугу. А МФ-платформа сама находит по заявке лица, которая разместила тендер, лиц, предоставляющих, соответственно, услугу либо товар. Ну и сама платформа сравнительный анализ проводит, то есть, выводит таблицу по критериям, заданным резидентам платформы, и, соответственно, дает понять, какое из предложений наиболее выгодно, соответственно, тоже экономит время. Товарная биржа – это процесс, ну, скажем так, обратный. То есть, напротив размещается определенные товары либо услуги. С помощью платформы искусственный интеллект можно подтвердить будет ряд их характеристик, ну и, соответственно, сделать, опять же, правильный выбор со стороны покупателя, а продавцу облегчить процесс продажи. Приобретение токенов в данном случае может быть не только за финансовое средство, то есть, это могут быть фиатные деньги, криптовалюта, интеллектуальный либо там менторский вклад, обмен на реальные активы, а также возможность получить токены под обеспечение. Это такая немножко новая модель. Далее опишем. Выпуск токенов здесь я рассказал раньше. Вот. Виды финансирования на платформе. Во-первых, самофинансирование. То есть, мы платформа как бы, да, одна из целей это привлечение инвестиций, но, тем не менее, вторая тоже немаловажная цель это облегчение вот этих сопровождающих бизнес-процессов. Поэтому, если цель именно облегчить процессы, но не получить какое-то дофинансирование, то можно, соответственно, со своими финансами регистрироваться на платформе. Крауд-инвестинг. Ну, это подобие ICO, скажем так, в данном случае. Затем токены под обеспечение. Создание государственного фонда. С развитием платформы. Возможно, привлечение крупных инвестиционных фондов. Затем реальные активы, обмен на токены. Это что ранее производство. И банковский кредит под залог токенов. Ну, таким образом. Токены под обеспечение. Соответственно, следующим образом мы видим этот процесс. У инвестора имеется имущество, но недостаточно денежных средств для финансирования проекта. Но имеется в виду не то имущество, которое может быть, скажем так, имущественным вкладом в данный бизнес. Вот. Желание инвестирования у меня есть. Уверенность в проекте есть. Соответственно, государство под залог имущества данного инвестора выделяет ему определенные денежные средства. Инвестор их инвестирует в проект. В случае, грубо говоря, того, что инвестор ведет себя не честно и не возвращает денежные средства государству. Соответственно, государство и имущество и токены у инвестора из ОМА. Суверенный фонд, ну, со временем, возможно, с ростом, скажем так, это универсальная предпринимательская платформа. Можно создать государству свой суверенный фонд. В принципе, в иных государствах это очень распространено. Вот. Который будет ориентирован, ну, на вот три вот этих вот, мы полагаем, сферы. Возможно, с развитием там какие-то еще сферы интересные появятся, которые будет необходимо финансировать. Так. Блок обучения. Обучение, ну, специально выделили в отдельном блоке, потому что без обучения, в принципе, тоже интерес платформы не такой великий, как вот с этим блоком. Обучение может быть как внутри платформенных курсов, так и возможность записываться на различные семинары, форумы, возможность записаться в ведущие вузы Республики Белоруссии и мира, возможность стажироваться в крупных компаниях, возможность пройти переподготовку. финансирование обучения может быть, опять же, за собственное средство. Но здесь самое интересное, то что с помощью краудфандинга можно будет собрать финансовое средство на свое обучение, получить стипендию, ну, это уже с развитием ОП-платформы от платформы, получить государственную субсидию для наиболее талантливых. Соответственно, платформа проверяет, кто более талантливый. Ну и субсидия, соответственно, получается. Направление обучения – это предпринимательская грамотность, инновационная компетенция, повышение квалификаций, ну и наиболее востебованные профессии, которые будут наиболее, скажем так, пользоваться спросом на рынке. В принципе, это список того, что обязательно необходимо, но неограничивающий. То есть, если будет возможность предоставлять большую компетенцию по обучению, то необходимо будет больше и предоставлять. Ну, практическая польза – это применение знаний в проекте, это размещение информации об обучении в бизнес-плане и в личном кабинете пользователя, а также возможность зарабатывать преподаванием, то есть, когда уже, скажем так, набран определенный опыт, время уже, грубо говоря, все распланировано по работе, то есть, в какие-то другие проекты предприниматель не желает входить, но вот за счет преподавания, возможно, будет декапитализировать свою деятельность. Краудсорсинг, в принципе, ранее описывал, то есть, это возможность дать друг другу советы, в том числе с этих советов заработать, в том числе за счет этих советов стать партнером проекта, получить токены, повысить свой рейтинг внутри платформы. Ну, и для инвестора, для инициатора, безусловно, тоже большая польза, для инвестора это возможность получить представление, ну, видение о проекте широкого круга лист, ну, вот, персональный совет получить, ну, а для инициатора проекта, соответственно, тоже вовремя, если проект плохо, от него отказаться, если проект хороший, его усовершенствовать. Ведение деятельности платформы, то есть, как ранее говорилось, много есть процессов, которые не мешают предпринимателям, вот их, как раз таки, платформа может за счет новых технологий осуществлять. К примеру, введение бухгалтерского учета, уже сейчас есть программы ведущие автоматизированные бухгалтерские учеты, ну, с высокой степенью, скажем так, автоматизированности. Во-вторых, это оплата налогов и сборов, то есть, зачем, грубо говоря, необходим контроль за налогами, если, возможно, уже с сегодняшними технологиями эти налоги отчисляются автоматически, и, соответственно, нет необходимости в надзоре за данной сферой. Вот. Затем это проверка контрагентов, предложение типовых моделей договоров в рамках юридической деятельности компании, то есть, ну, возможность обеспечения полностью функционирования предприятия. Затем, вот, личный кабинет. Вот, кстати, говорил ранее насчет экспертов. К сожалению, пару моментов пропустил, которые нам экспертов посоветовали, но здесь заострю внимание. Вот эту вот конкретно идею нам подал БСБ банк, то есть, они предложили идею, что можно как раз-таки личный кабинет внедрить в данной платформе. Во-первых, это возможность формирования личного рейтинга, написание отзывов о тех, кто имел опыт работы с инициатором проекта, точнее, с физическим лицом регистрированным на платформе, размещение резюме, графика изменений личного рейтинга, то есть, посмотреть, каким образом развивалась деятельность человека на платформе, история его активности на платформе, то есть, в каких проектах участвовал, в каких проектах остался, как проекты развивались, то есть, какие сохранились, какие по некоторым причинам перестали существовать, ну, и, соответственно, дипломы о влучшении образования. Вот, здесь дополнительные возможности упомянуть, я не буду на них останавливаться, потому что, в принципе, их можно там еще вот несколько десятков штук придумать, что можно здесь довнедрить. Ну, далее, почему это полезно, в принципе, наверное, по ходу рассказал, если будет интересно, остановлюсь далее, где поддержаны, ну, здесь неполный перечень, сейчас уже еще от компании добавился, так, ну, и дорожная карта универсальной платформы здесь бы остановился, ну, все начинается с воли государства, то есть, если этого пункта не будет, соответственно, все остальные тоже не будут. Далее, принятие соответствующего законодательства, то есть, под внедрение данного процесса, внедрение данной системы необходимо соответствующее законодательство, создание юридического лица, то есть, до проведения каких-либо технических разработок необходима подготовка законодательного, экономического бугранда. Ну, и, соответственно, вот дорожная карта, как видим мы ее, но это если развиваться по платформе как независимый проект вне рамок, вот как мы планируем на сегодняшний день смарт-сити. Ну, давайте, да, два момента еще обозначу. Во-первых, универсальная предпринимательская платформа, вот мы даже сам проект вот по смарт-сити Минску назвали как цифровая трансформация городской жизнедеятельности. То есть, мы говорим, хотели бы развести два понятия автоматизация и трансформация. Автоматизация подразумевает под собой применение инновационного инструмента, но к процессам старым, которые есть, да. Мы же здесь хотим предложить процессы инновационные, которые основаны на инновационных инструментах, которые соответствуют их идеологии. То есть, в данном случае присутствует цифровая трансформация, это раз. Что касается момента развития самой универсальной предпринимательской платформы, то полагаем, что ее можно развить до, скажем так, платформы национальной и государственной идеологии с той точки зрения, что платформа сама по себе может быть, ну, на нее полностью выпущены токены, и платформой может владеть каждый гражданин Республики Беларусь. То есть, токен в данном случае будет, во-первых, признанием гражданства Республики Беларусь, во-вторых, этот токен будет гарантировать получение доли от прибыли универсальной предпринимательской платформы. Прибыль будет получаться за счет налоговых отчислений платформы, ну, либо каким-то другим образом налоговых отчислений. А из этой прибыли частью долей в некоторых компаниях будет владеть платформа. Ну и, соответственно, платформе будет зарабатывать определенное средство, а каждый гражданин будет зарабатывать прибыль платформы. Таким образом, исходя из этой системы, можно будет сформировать безусловный доход для каждого гражданина нашей страны. И, соответственно, на этом построить инновационную идеологию, ну, в том числе, не забывая традиции нашей страны. Спасибо. Так. Семофей, правильно я? Да, правильно. Эта фамилия представил некий проект технический. Все слышали? По проекту есть вопросы? А можно спросить? А что уже сделано для этого проекта или пока только в виде презентации? Ну, на сегодняшний день здесь с технической точки зрения ничего не сделано, потому что необходимо принятие законодательного акта, необходимо привлечение финансирования для этого. На данный момент мы общаемся, во-первых, с экспертами, узнаем их мнение, во-вторых, стараемся через различные каналы данный проект, скажем так, описать и представить государственным органам. На сегодняшний день этот проект более-менее, скажем так, развит и продвинут в рамках концепции смарт-сети Минска. В рамках этой концепции подписано соглашение о сотрудничестве СОО «Мотовелозавод», разосланы письма в комитет государственного контроля, получен ответ. Посещали мы парк высоких технологий, ну и администрацию, точнее Мингородсполком, в том числе должны в ближайшее время посетить с этим проектом, потому что именно Мингородсполком отвечает за проект смарт-сети Минска. И в рамках этого проекта это как блок один из этапов реализации, то есть там будет конкретно для велосипедистов блок, потому что мы это с мотовелозаводом начинаем, то есть будет все начато с постройки нового велозавода, затем это блоки для туристов, для жителей, проживающих в городе, для инвесторов, для бизнеса, то есть блоки на разное ориентированное. Ну вот конкретно универсальная предпринимательская платформа стала блоком конкретно ориентированным под предпринимателей именно города Минска. Смотрите, Минск – это какой-то запущенный проект в другом уровне? Смотрите, на сегодняшний день это не запущенный проект, а проект, который реализуется отдельными субъектами хозяйственно бессистемно. Какие субъекты? Ну, к примеру, я могу привести пример, там смарт-остановки реализуются, смарт-светофоры всякие там, ну вот, реализуются через создание хардвер-систем, через создание различных... Субъекты, кто субъект к реализации вот этого большого проекта смарт-светофоры, в рамках которого ваша платформа уже как-то строилась? Давайте поступайте на отвечу на ваш вопрос, хорошо? Это был один вопрос. Да, ну, во-первых, сейчас оно бессистемно реализуется, то есть оно реализуется на частной инициативе субъектами хозяйствования. В прошлом году... Какими? Давайте не спешите. Какими? Ну, я знаю одно юридическое лицо, которое сто процентов отреализует. Какое? ООО «Гекинвест». Окей, и какую часть ему влияют? Это не часть, еще раз объясню. На сегодняшний день этот проект, ну, смарт-светофоры... Да, 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 и частники приходят в государство и говорят, вот выделите нам землю, это вот смарт-светофоры. Им выделяют землю, они это делят. В смысле, а ваш проект встроен в этот точно так же? Наш проект встроен другим образом. Нет, встроен в смарт-светофоры. Ну, это большой проект. Ну, смотрите, давайте другого на него. Да. Нет, ну, поэтому... Прошумите, вот... Мы разбираемся. В конце прошлого года президент дал поручение, чтобы проект этот был разработан как единая концепция и единым образом, соответственно, реализовывался. Важное имя? Да нет, смарт-светофоры. Нет, смарт-светофоры. А как вам? Поручение городу Минску. Активу города Минску. Активу города Минску. Вот. Соответственно, проект... Ну, концепция никем на конец прошлого года разработана не было. В результате переговоров с ООО «Мотовелозаводом», это компания, которая, ну, производит известный бренд «Аист», возглавляет ее Николай Александрович Владуцкий, мы во время переговоров пришли ко мнению, что совместно мы можем этот проект, начиная, скажем так, с возрождения велозавода, реализовать на основе новых технологий. Вот. Мы сформировали концепцию этого проекта и, соответственно, сейчас мы согласовываем утверждение этой концепции и реализацию ее единым генеральным подрядчиком, можно его так образно назвать, который будет создан, ну, единым центром, который будет создан совместно нами и Мотовелозаводом. Света? Просьба, пока не погасили проектор, можно слайд кому и как это может быть полезным? Ага. Вообщем, да, спасибо, и можно продолжить. Спасибо. Еще есть вопросы по концепции самой, или по проекту, точнее, представленному в презентации? Вот вы говорили, что уже представились вот проекты, какое причину отзывы, и вообще какие отзывы уже были, например, с государственных, вот когда теперь там сейчас? Ну, смотрите, да, расскажу. Отзывы, в принципе, различные. Больше всего, ну, как бы отзывы дарят нам какие-то новые идеи, вот, что касается IT-сектора, ну, по-разному реагируют, вот, ну, к примеру, могу даже ссылаясь там, да, на личности вот Александр Сушко, группа IB, это директор группы IB, это одно из там крупнейших таких в серии кибербезопасности компании, ну, это вот представители Республики Беларусь говорят, он считает, считает, что этот проект нужен сейчас, он исполним, он возможен, он, правда, ну, как специалист именно в кибербезопасности говорит, что блок кибербезопасности мы немножко в данном случае не учли, его надо более проработать, ну, в принципе, ну, насколько мы понимаем, в случае там, реализации этого проекта, он может там привлечь под это, скажем так, экспертов, вот. что касается, там, к примеру, мы презентовали Игоря Мамоненко, вот, данный проект, он, в принципе, у него есть проект IT-страна, который там, ну, другой, скажем так, но, в принципе, идея немножко в похожую сторону движется, вот. Он сказал то, что, ну, вот, изначально необходимо IT-страну реализовать, а это, ну, может быть, как следующий этап. То есть, ну, опять же, абсолютно разные идеи. Нужно много кого приглашать. Да, акция равная. Когда вы планируете на проект все-таки вот в Вент-консакте, да? Когда вы планируете вот пойти в этот проект и создать смарт-сити? Ну, на сегодняшний день, да, мы планируем конкретно вот по смарт-сити, то есть, нам необходимо окончить блок, ну, начать и окончить блок с велозаводом. Вот, этот блок конкретно по предпринимательской платформе, он там является четвертым, то есть, нам необходимо изначально сделать все блоки, которые, скажем так, приведут деньги. То есть, этот проект, он приводит, как бы, деньги физическим лицам, сам он зарабатывать начинает, ну, прямо, скажем, позже. Вот, а конкретно вот блок по велозаводу, блок по туристам, он более быстрые, можно сказать, деньги приводит, поэтому, ну, необходимо какие-то более финансовую сторону проекта изначально запускать, а потом уже вот в радиоблоке... А причем сущность блока, вот, вы видите, что там конкретно? Вы знаете, давайте, ну, может быть, о коммерческой тайне, если это не раскрытие? Нет, это не раскрытие коммерческой тайны, в принципе, могу либо презентацию сейчас продемонстрировать, если это уместно, да, к Smart City Минску, вот, в принципе, могу, если там, есть желающие скинуть презентацию просто для самостоятельного ознакомления. Ну, у вас на сайте даже, по-моему, есть соглашение или нет? На сайте есть соглашение у нас, у нас есть о соглашении на консалтансе ЕУ, вот, статья на сайте международного консалтинга УМЭ, на Майфине есть тоже статья у нас по поводу, вот, там описано, ну, так достаточно подробно по Smart City. Могу, как вам удобнее, скинуть, рассказать? Ну, я думаю, можно скинуть в группу, да? Читать-то мы сейчас не будем, наверное, или как? Ну, там презентация, да, есть, но могу скинуть, да, могу, да, могу, я скину. В принципе, идея заключается в том, если так, обобщая и кратко, что мы создаем, ну, мы собираем деньги на ИСО, создаем мотовелозавод новый, вот. Почему это востребовано будет? Во-первых, потому что еще ни одно ИСО не проводилось с государственным партнером, еще ни одно ИСО не проводилось в реальном секторе, поэтому это будет интересно. То есть, текущая, скажем так, ну, я даже, наверное, неправильно высказался, не в реальном секторе, скорее, в традиционной экономике не проводилось. Вот, что касается, ну, прибыльности этой истории, то есть текущая рентабельность, которая будет показывать, ну, даже по самым худшим подсчетам, велозавод обычный, ну, не считая, что мы там внедряем смарт-велосипедки, как планируем, то есть, если даже обычный велозавод, то текущая рентабельность всего 10%, да, будет ежегодно. С учетом того, что, если брать, там, даже, там, ну, предположим, такийскую, там, или Нью-Йоркскую биржу, там стоимость акции на 70-90, в 70-90 раз превышает годовую прибыль. Точнее, наоборот, годовая прибыль от акции на 70-90 раз меньше, чем их стоимость, да, вот, и, соответственно, ну, если в таком случае инвестора, как бы, ну, в любом случае инвестируют в такого рода проект, это в данном случае, ну, как бы, проект, подкрепленный государственным словом, да, подкрепленный реальным производством, он, как бы, ну, в любом случае для инвесторов будет в определенной степени выгоден. Что касается такой инновационной составляющей, в данном случае будет велосипед, это будет электровелосипед, ну, вот, были в прошлый понедельник на совещании с, как раз, вот, в велозаводе с производителями, вот, различных электронных, там, электробайков и прочего, то есть это, ну, велосипед, точнее, даже, так скажу, то, что велосипед может быть электронным, может быть не электронным, то есть, ну, вот, планируется как одна из линей, да, это именно электронный велосипед, это раз. Во-вторых, мы планируем, это уже реализовано белорусскими, белорусской компанией, которая входит в ПВТ, это реклама на колесах велосипеда, то есть, с помощью голограммы, то есть, голограмма на колесах реализована, ну, как бы, ее монетизация за счет рекламы, ну, на сегодняшний день такого проекта нет, и мы планируем еще майнинг на велосипеде, то есть, крутишь колеса, майнишь криптовалюту какую-то определенную. Мы, вроде бы, как смешно, мы сами, когда придумали, смеялись с этого, но потом выяснили, во-первых, в Лондоне такие велосипеды реализуются, продаются, во-вторых, мы советовались с организацией, которая занимается майнингом нашей, белорусской, вот, нашим клиентам хорошим, но они сказали, что абсолютно это возможно, то есть, ну, описали, как технологически это возможно, то есть, вот такая вот дополнительная монетизация велосипеда, это раз, во-вторых, различные финансовые инструменты для его приобретения продуманы, каким образом, то есть, ну, взяты, конечно, понятное дело, классический оперативный лизинг, финансовый лизинг, там, трейды, вот, ну, в том числе это продумано, вот, ну, как бы, вот, инновационность его в этом, вот таким образом. Так, последние вопросы по представленной тематике. После этого давайте обсудим все в целом. В конце концов, вот аналитическая команда собралась или как? Ну, у меня такой вопрос, то есть, я так понимаю, что часть вот этого округа... Здравствуйте. Так, пойдем вот. Это трофенджеренка, про которого я рассказывал. Да, у меня был вопрос про то, что, ну, то есть, я так понимаю, что частично часть задач, которые, которые реализовываются, они пытаются там, государство пытается реализовать часть вот этих там порталов, которые там делают, там, электронные, да? То есть, получается, с одной стороны, вы, как бы, даете возможность государству, как бы, идею, да? Как это имплементировать? Ну, смотри. Есть ли с их стороны какое-то движение навстречу? То есть, я же вижу, что они тоже такое делают, там, по порталам, да, регистрации и так далее. Ну, смотрите, первый момент. Это то, что, действительно, государство реализует на уровне государственном, на уровне, там, даже евразийском, там, да, вот эти вот все моменты кусками, да, опять же. Но единой реализации нет, поэтому проблема различная возникает с интеграцией этих всех ресурсов. Это раз. Во-вторых, не секрет, программы используются такие, достаточно простые, старые, то есть, они, программы эти отстают, а нам, напротив, надо делать, как бы, опережать всех, делать шаг вперед с нашим интеллектуальным ресурсом, как бы, стыдно даже такие программы использовать. Это раз. Во-вторых, что касается идеи, слава Богу, если мы подадим идею государству, если государство это без нас реализует, мы здесь не ставим задачи заработать каких-то денег, ну, ставим задачи родить и воплотить красивых людей, нужную, полезную. Ну, мы встречались, есть такая ассоциация Белым Факом, вот, это та ассоциация, которая, ассоциация, организация, которая предоставляет хостинг, услуги хостинга, вот, и они, среди них, там, какие компании, как, там, Тутбай, Медиа и другие. Голдхонтеры там. Да. Да. Вот. И говорили о вот этих программах, которые вот разрозненно создаются, и такое сообщество, оно и считает, что вот эта проблема разрозненности, то есть, то есть, то есть, делается какой-то продукт для регистрации, вот, он делается без согласования, там, с остальными ведомствами, которые, ну, в принципе, тоже заинтересованы в этом. Вот. Происходит, ну, как бы, проблема с интеграцией вот этих продуктов друг с другом, вот. И, там, на каких платформах, в каких платформных решениях делаются эти программы, тоже такого согласования нету, потому что, ну, нет четкого централизованного, ну, центра, который бы, ну, подобные проданные продукты бы издавал, вот, и разрабатывал. Поэтому мы хотим, чтобы это был какой-то единый продукт, единое платформенное решение, там, с открытым доступом, куда мы могли бы интегрироваться другие, делаться надстройки. Что такое? Я не понимаю. А если же получится, что государство вас не поддержит? Может быть, такое? Может быть, не знаю. Что вы думаете в такой ситуации? Как вы будете действовать? Мы действуем, уже сейчас начинаем действовать. Ну, как бы, мы, ну, если наше вот это государство конкретно не поддержит, то, может быть, поддержит другое государство. Вот. По большому счету, на этом пути в той или иной мере уже, как бы, стоят все страны, многие, по крайней мере, страны. Вот. Кто-то дальше зашел, кто-то ближе там. Кто там, как Эстония, они там, немножко вперед ушли в своем направлении. Вот. Там, Саудовская Аравия, вообще, этот регион, они очень серьезно к этому относятся. И, ну, уже разрабатывают такие страновые волчейны, регистрация там недвижимого имущества и других, как бы, вещей. Вот. Все к этому склоняются. Все в эту сторону будут идти. Поэтому мы не унываем эту вещь. Ну, Москве развить именно смарт-сити в Беларуси, я так поняла? Да. Основная цель, да. Ну, Беларусь, в плане международного, такую же красивую страну, государство, как Беларусь, Великобритания, у него превеликий мир, да? На этом измарт-сити, как и у Москвы. Мучший человек, да. как США, естественно, по своему опыту, уже все это есть, работает. Скажите, пожалуйста, для иностранцев, да, ваша информация, как они могут вам помочь, какие законы должны знать иностранцы, как вы хотите привлечь иностранных инвесторов, что вы для этого будете делать? Нет, конкретно для продукта, который будет реализовываться в Беларуси, иностранные инвесторы, в виде гарантирования, скорее всего, крупных каких-то фондов. А уже, ну, возможность, например, если наше государство, руководство, не пойдет на реализацию подобного проекта, то просто обратятся в другие страны. В принципе, мы уже, как бы, такие пробные шары закидывали, но не... И это через фонды или... Нет, через страны. То есть, как бы, мы определенные переговоры с Казахстаном ввели, ну, и планируем Узбекистан, то есть, ну, советское сначала пространство. Что именно вы спрашиваете? Ну, возможность участия иностранцев в проекте. Да, просто тут вот, да, есть для иностранцев, чем это полезно. Тут еще, да, вы задали вопрос по поводу того, ну, насколько там знали о законодательстве, как раз таки вот с помощью универсальной предпринимательской платформы настолько вот все упростится, что вот это вот знание законодательства, оно будет не нужно. Иностранец регистрируется на платформу, и платформа сама ему дает путеводитель того, каким образом себя в дальнейшем вести. Поэтому, ну, для иностранцев это возможность более легко, чем в своей юрисдикции начинать бизнес. В любом случае, даже вот приводимые вами, там, США, Великобритания, бизнес все-таки сложнее, сложно начать в этих странах, потому что там требования к уставному фонду, различные знания правовых актов, там, знания вот этих организационно-правовых форм, да, в которых появляется бизнес. В данном случае это можно будет легко сделать, понятно сделать и прозрачно сделать. То есть это не будет... Ну, можно в некотором случае, да, и так сказать. Ну, то есть тут в большем мере даже вопрос в том, что это будет, с одной стороны, упрощение, да, с другой стороны, это не будет оффшор в том классическом смысле, что мы выводим деньги куда-то и прячем их, наоборот, будет прозрачно для их, конкретно, ну, вот, для страны, в которой они являются. А виламусы, как государство, не запринтили иностранцев, вот, делать такие инвестиции? Запринтили, запринтили, я не понимаю, что вы спрашиваете. Ну, что вы хотите узнать, что будет иностранцев из того, что еще не работали? Нет, ну, тут, а допустим, там будут работать, понимаете? Так давайте обсудим, что это вообще? Обсуждать достоинства несуществующей машины? Ну, странно, согласитесь. Нет, ну, простите, а если она будет существовать? Вот написано, почему это полезно для иностранцев. Я конкретный вопрос задала, правильно? Если это будет существовать? Да нет, вот как раз, с моей точки зрения, это совершенно не конкретный вопрос. Почему это будет? Вы считаете, что это не будет работать? Что у белоруссов, государство белоруссов, Я так не считаю, я считаю, что мы опоздали на несколько лет внедрение в такое вот что-то. Почему мы опоздали? Это же позже чем никогда? Ну, опоздали, потому что в других странах это уже почти работает. Есть там, если мы пойдем глубже, то они вообще всегда впереди, а белоруссов, ну, она развивается. Ну, отлично, тогда вот что это такое? Ну, мы задавали вопрос и матерями. Нет, вот я здесь, вы куда пришли? Я пришла вот к ребятам. Отлично, а вот это вот что? Это митинг. Ну, митинг. Каждый задает вопросы. Вот это как бы, знаете, вот эти уроды, которые сидят сзади, у вас за спиной, они посетители и участники некой учебной группы аналитики. И вот они занялись сейчас аналитикой в области возможностей IT-страны. Для них, козлов. Приверили людей, которые сделали проект. Вот и мы презентировали его. Теперь эти умники должны вообще по-умному, аналитически это обсудить. И что они могут, конечно. Ну, где-то наоборот стоит, а действительно... Ну, так вот давайте обсуждать. Что это? Как собираешься в свой проект по отношению к этой стране Мамоненко? Это конкурирующий проект? Это параллельный проект? Или как? Вы опять спрашиваете? Я просил последний вопрос спросить. Что тут еще непонятно? Человек хочет обсуждение, понимаете? Не вопрос, а обсуждение. Это еще проекта нет, понимаете? Почему нет? Есть проект. Ну, ты не видел. Есть проект. Ответить или кого? Ну, давайте, отвечайте. Если есть вопрос, то давайте. Ну, мы, реализуя данный проект, не оглядываемся, ну, ни на IT-страну, ни на какие-либо другие проекты. Не оглядываемся. То есть, ну, как и IT-страна, так и наш проект. Нет еще законодательного акта, который бы установил, что мы идем данным путем. Вот, соответственно. Ну, да, мы оглядываемся на проекты, которые, ну, уже, там, скажем так, каким-то образом легализованы. То есть, есть там, в соответствии с ними приняты законодательные акты, есть какое-то движение по ним, есть какое-то реальное в экономике движение по ним, а на проекты, которые, ну, просто еще пока двигаются. Тоже в нашу сторону. Мне кажется, есть элементы здесь автоматизации вот этих вот государственных услуг, по большому счету. Да. То есть, это такой, вот это, это, это есть. То, что заявлено с точки зрения коммерческой части, по-говорю, развития предпринимательства, на мой взгляд, этого нет. Там большие ошибки возможны. Ну, по крайней мере, с некакой предпринимательства. Никак не зарегистрировался. Это существующий бизнес. Ну, я пока не увидел никакой выгодности. Я вижу, что, в целом, это такой очень функциональный проект, который походит определенную функцию, будет гораздо проще, сервисный, да. Но все равно ее делают гораздо проще, и в этом плане он может быть очень полезен, потому что, когда вещи становятся более доступными и простыми, то ими, как бы, ну, больше пользуются. Я не знаю, там... Ну, тут вся основная проблема, понимаешь, как это все сделать простым и доступным. Потому что, вот, на первом-втором слайде, вот, смотри, я была, ну, как бы, почему сегодня это все сложно, да? Нет, это только что было, нет, еще, еще. Ну, да, то, что, посмотрите, как бы, это самое. Вот этот вот блок, да, что проблема может быть решена, с помощью таких инструментов. Allsourcing, 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 Allsourcing. Все это сейчас, вот, все вот эти три элемента, переданы в эту IT-платформу. С этого надо создать что-то какого-то такого серьезного монстра. А я плохо понимаю, это, скорее, ну, какой-то должен быть, наверное, на программный продукт, там, с использованием нейросетей, которые перемелят все законодательство, всю налоговую систему нашу безумную, и в режиме реального времени будет, ну, как бы, замещать толпу юристов в толпу бухгалтеров. На самом деле там все очень не так это сложно. Игорь, да, позвольте ремарочку маленькую. Смотрите, дело в том, то, что в середине, да, монолога своего, я упомянул то, что в данном случае мы не автоматизируем то, что есть, мы проводим цифровую трансформацию, то есть меняем процессы, в принципе. Поэтому перелопачивать законодательство под это не надо. Мы создаем новое законодательство, новые процессы. То есть это упрощает ситуацию. Да, тогда вообще это становится как-то, ну, совсем не так, да. То есть в том режиме, когда загну, оцифровать имеющиеся реалии, да, описать их какими-то алгоритмами, которые позволят простейшие функции, ну, грубо говоря, написания устава, да. Это же вот за него платить, это нужно просто каждый раз сердце по округе вливать. Потому что стандартные шаблонцы, которые ты приходишь, говорят, нет, 50 баксов будет тебе сейчас устав. За что 50 баксов? Ну, фиг его знать. Ну, без устава ты не можешь зарегистрироваться. Это же вот, ну, вот это я понимаю. Но если ты говоришь, мы хотим поменять законодательство настолько, чтобы государство приняло какое-то очень разумное решение, что не нужны вот эти вот безумные там 20-страничные уставы. Что хватит, например, просто учредительного какого-то акта о том, что вот вы вдвоем собрались и создали компанию, которые будут там исполнять, ну, наверное, требования белорусского законодательства. Вот такие вот у нас доли. Ну, и там может еще что-нибудь, какие-то, ну, 2-3 баксов. Которые нам важны между собой и важны государству, чтобы нас контролировать. Точно. И ты сегодня говоришь, что это самая основная проблема, если я тебя правильно понял. Это убедить государство стать смарт. Ну, тут тебе не смарт Минск, тебе нужен смарт Беларусь, которая на каком-то уровне законодательное принятие решения, а вдруг прозреет. Успокойся, что не надо им заниматься этими коровниками, там, и коровами немытыми. Оно скажет, нет, давайте мы все сделаем по-другому. Давайте мы начнем хотя бы с вот законодательства по регистрации. То есть я это правильно понял или нет? Ты правильно понял. Ну, это очень, ну, как бы, нет, сегментированно. С другой стороны, везде уже существуют эти системы, которые, это бы, искусственный интеллект, ну, квази, которые при определенной, там, задая тебе вопросы, он тебе делает в итоге контракт, устав и так далее. То есть все оно, это вопрос, скажем, технически, сделать такие алгоритмы, чтобы вот эти законодательные требования, которые достаточно устоявшиеся и несложные, превратить в какой-то результат. Ну, смотри, как вот, если оцифровать инищественное законодательство, я тогда понимаю, как бы, как это реализовать, ну, с большего. Ну, если это, как бы, стоит во главе угла создания нового законодательства, я просто тогда не понимаю, как это сделать. Нет, во главе угла, например, почему мы не можем это реализовать, потому что у нас сейчас есть электронная цифровая подпись, да, без которой мы не можем это сделать. Там еще и так далее. Есть какие-то ограничения, которые нам не позволяют это запустить. Но сам факт меняется, там, например, законодательство о регистрации, его можно имплементировать в эту систему. Вопрос просто, когда, что технически, вот сейчас есть препятствия. Конечно, вот мы чего обсуждаем. Нет, мы пока пытаемся понять вообще. То, что Тимофейер рассказал, то, что он сейчас, как бы, внес поправки, для меня это, как бы, принципиально разные вещи. Если мы говорим о том, как надо внесдать новое законодательство, это не поправки, а он не будет никаких поправок. Посмотрите на дорожную камеру. То есть пока у нас не будет. То есть на воле государства, первым шагом. Я начинал и говорил. Если этого не будет, то чего не будет? Ничего не будет. При том, что, смотрите, никакой фантастики во всем этом нет. Все то, что вот здесь перечислено, в отдельности, фрагментарно. Есть, работает. Ну или нужно только внедрить. Тогда чего обсуждать? Если все есть уже, да? Вся элементная база есть. Здесь страны, где это работает. Тоня, ты недавно регистрировала фирму в Латвии, хотела в Эстонии, когда-то. Там много из этого уже, как бы, урычит. И с налогами, и с регистрацией. Более того, Игорь, когда ты первый раз регистрировал фирму свою? Давно в прошлый год. Ну, когда? В 94-й год. О, еще в 94-м году. Все это было гораздо проще. Уставы стандартные можно было написать. Донести, как бы, да? Никто к тебе особо не приставал. Получить ОНН, там, как бы, и так далее, да? Ну, это время... Я просто дал, как мы говорим, 50 долларов и мне все донесли. Ну, готово. Не купли. 50 долларов в те времена, правда, были не те 50 долларов. Это была почти в два раза двойная зарплата, каждой средней. Но, тем не менее, это можно было сделать, да? Все это фурычивает без всякой цифровой трансформации. Спрашивается, почему? С 94-го года, когда Маринич первый раз это регистрировал. А сегодня все только усложнилось. Кто это сделал? Теперь колбан. Конечно, это кому-то рада, если это сделано. Теперь говорят, вот, это все строили-строили с 94-го года по 2019 год. Строили-строили. Пришел поломанный Тимофей. Он говорит, ясно, мы все нахрене сломаем, потому что вот у нас такая игрушка есть. Мы сейчас только, говорю, при этом политикой не занимается. Он вне политикой. Он просто государственную идеологию предлагает поменять. Ну, чуть-чуть. Дождите, сам президент предложил делать смарт-сити. Это было его предложение, правильно? Ну, да. А он такой послушный президенту гражданин побежал и начал делать, да? Ну, он надеется, что... А что Терпиновский не делает? Я его не знаю. Ну, вот. Я знаю, что пришла на этот третий к Тимофееву. Ну, почему нет? А вдруг президенту понравится этот проект? Вот. Вот, смотрите, ему уже понравилось. Ну. Уже понравилось. Что-то вот... Ну, чего? Седьмой указ, восьмой указ. Да. Чего-то там уже на этот счет. Там... Вот, проект, этот человек. Уже же сдвинулась платформа. Не, подождите, он подписал, но это не значит, что тот шут раздвинулся. Конечно. Сколько декрет вас вылежал? При всем ближнем вылежал. Вот. Но при всем при том, что Буцериев туда вбухивал миллионы. Когда? И вбухивает. В России есть нечто аналогичное. Примерно с IT-страной и платформой. Но только она имеет еще дни на собственное. Сделано в России. Made in Russia. И вот похожая штука. Я думаю, что сейчас, когда было сказано, значит, нам нужна концепция Smartboard. Надо заниматься внедрением новых технологий и всякой такой хреники. Люди возбудились. Я думаю, что нам стало известно про этот проект. Благодаря тому, что я сходил к Проню выступить, и мы там познакомились. Нечательно. Я думаю, что таких проектов может быть несколько. Сейчас фактически не объявленный тендер, но просто замануха. Эй, ребята, думайте в этом направлении. Все начинают думать в этом направлении. Ну и вот хлопцы тоже думают в этом направлении. Продумали. Чем больше вы будете влезать в детали, тем больше они туда запрягутся. Бросят свой бизнес, потому что это очень увлекательно. Вы знаете, что из детали состоит вообще все? Да нет, все состоит из каркаса некая, из схемы. Из схемы. Вот как дорожный каркас. И как только начинаешь влезать в детали, туда можно углубиться, как бы, да? А суть всего состоит... Я вижу то, что меня интересует, я задаю конкретные вопросы, то, что меня интересует. Но я понимаю. И это как раз, как бы, я не осуждаю. То есть вы осуждаете, что я инвестор иностранцы, ну что, я не понимаю. Но вы вас уже не понимаете? Нет, я вопросы вообще осуждаю. То, что вопросы касаются иностранцы? Нет, ну конкретика. А вот мне вопрос, я вам ответ, а теперь наоборот. Я вам вопрос. Вот понимаете, в контурах нарисована некая машина. Да? В этой машинке есть фентифлюшка. В этой фентифлюшке еще там какая-то деталька. Не понимая, не обрисовав, вместо контуров реальную картину, или воплотить, правильно? Тогда вы начинаете интересоваться фентифлюшками. А значит, все остальное остается вне вашего поля зрения. Нет, самое главное – поля государства. Это я поняла. Тут зритель тоже иностранец. Он вкладывает деньги в пилитет, все остальное, понимаете? Еще работает. У него все, что он делает, и работает. А почему вы не верите в проект, если, допустим, любой иностранец будет? Ну, потому что, как я могу верить в этот проект, если он вообще-то как-то, да, абсолютно дуболом? Ну, расскажите, почему ваше мнение такое? Я думал, что вот эти уже знают как-то. Ну, никто не говорит, все молчат. Ну, отлично. Они, знаете, почему молчат? Ну, еще вы вопросы задаете в проект. И мне как бы про это думать. Ну, если это ваши вопросы задавать? Ну, конечно, вопросы-то разные бывают. Я же про это не думаю. Ну, конечно, пусть задают. Задавайте вопросы. А лучше суждения давайте. Мне тоже интересно послушать. Вы помолчите немножко, когда услышите что-то. Я вообще молчу, пусть вот так. Все, все, все. Не надо молчать. Тихо молчать. Отключите всех выгодить. Так Ленин. Все будет на высшем. Все, все, все. Молчите. Декрета на этот счет президентского подписанного концепции смарт-города нет. Принятой концепции IT-страны нет. В Палате представителей нет комитета по дигитальной трансформации страны, который сдавал бы хоть какие-то документы и законы. В правительстве нет соответствующего подразделения. В администрации президента тоже нет. Закинута в общество идея. Ребята, хотим как в Эстонии и вообще в приличных странах. Все дигитализируются и мы будем. Пока это нет. Вы это поймали. И начали делать свой проект. Понятно, что вы не единственный. Значит, вы попадаете в этой ситуации идея. Попадаете в тендерную ситуацию. Вот ваша идея. Предположим, она один. Идеи другие. Где там Ленник? Сколько лет носился с электронным правительством? Я думаю, это 2008. 2008 зубов. Теперь, смотрите. Вот эта штука неизбежна как менструация. В определенном возрасте у женщин. Или дембель. Или коммунизм. Или еще. Это будет. Но только она будет. Либо вами сделана, либо кем-то другим. Вы хотели бы, чтобы это было вами сделано? Мы хотим это приблизить. Наверное, все равно. Нами, не нами. Главное приблизить. Все равно. То есть вам как бы все равно, на что тратить время, энергии, силы. Свои, да? Вам их не жалко. Но тут вопрос в том, что мы своими действиями можем это приблизить. А это в пользу. Ну, смотрите. А как нужно это приблизить, если эти идеи носятся в воздухе? Этих идей много. И если они все такого же порядка, то есть все, сколько тут, 9 компонентов в дорожной карте, и все ломаются на первом шее. Что не все? Что, как они все-все? Ну, парк высоких технологий, к примеру, сам по себе. Да что, парк высоких технологий был сделан декрет. Какой цитковый был декрет в 2013 году или 2004, да? Декрет. Цитковый продевал его, насколько я помню, несколько лет. Пока приехал из Америки, где он был послом, после этого просиживал штаны в администрации на Карла Маркса. Там несколько лет. И капал, и капал на мазу. Наконец-то докапался, и создали ПВТ. Потом этот ПВТ через несколько лет, также почти больше 10 лет прошло, наверное. В него вдохнули вторую жизнь. Благодаря миллионам муцериев. Вот если мы еще сейчас будем внедрять таким же образом все вот эти вот вещи, которые у вас предусмотрены, у нас не только Эстония обогнает, у нас уже Монголия обогнает. Ну почему? Внедрялись там иные лучшие предприниматели, там, внедрялись СЭС, к примеру, внедрялись там, не знаю, Викин Камин. Ну, хорошо. Хорошо. А теперь сидит Терпиловский и говорит, нужно вернуть проект назад. Куда-то в чистой части. Превосознание там, где полезно. Ага, где было полезно. Вот для бизнеса делал. Есть. Показать. Не понимаешь еще чего. Понимаете, для вот этого всего, как бы, да, ну, скажем, если это малый бизнес, то тут не надо никакой дегитализации. Чтобы вот это убрать все вот эти вот вещи, как бы, да, это нечто другое. Более того, когда Мазаревец, компьютеризация, внедряли в бизнес компьютеры, бизнес тоже сопротивлялся к студии. Нахады бы эти компьютеры были тогда, в конце 80-х, в начале 90-х годов, да? Ну, как бы, всем обещали. Внедрение компьютеров освободим. Рабочие места там ускорят работу. Хрен это все ускорит. Никого это не освободит. Люди как были заняты, так и заняты, как бы. Все это, вот, фигни, вот. Только раньше это делалось только на бумажных. Теперь это делается в цифре и на бумажных, как бы, да? Поэтому, как бы, простые административные процедуры. Причем дегитализация. Простота масштабирования. Причем дегитализация. Новые рынки. Как? За счет прозрачности заключения контрактов на технологии блокчейн. Сталин. В их проекте есть одна такая нюанс, что он позволит усилить контроль. Контроль? Да. И благодаря этому, в принципе, государство может быть более заинтересовано. Потому что все операции будут, вот, как, в одном, внутри одного компьютера, словно, бегать. И можно будет сделать налоги, там, видеть, как это, укрывательство от всяких операций и так далее. То есть, 100-поцентный контроль за всеми, кто будет под этим полпаком. Да. А предприниматели? А куда предприниматели делаются? Никуда не денутся. Они будут вообще. Если скажут, что через платформу делают, то, значит, через платформу. И все. Кассовые аппараты внедрили? Каким образом? Внедрили. Да, вы сказали, красивая идея, неважно, кто ее воплотит. То есть, сейчас мы начну, в чем красота, вот, понимаете, ну, контроль, да, государство, государство, это любопытно. Полностью, ну, как бы, такое кардинальное снижение традиционных издержек происходит. То есть, вам не надо будет, ну, как бизнесмена, то есть, даже сейчас, когда, там, каждый из нас, там, начинал заниматься бизнесом, ну, у меня был такой опыт. Я до 2011 года работал 10 лет в государственной компании. Вот. 30 лет я открыл свой бизнес. Ну, да. Устав я все-таки сам сделал, скачал с интернета, вставил туда фамилию. Сам? Сам поскачал. Сам поскачал. Ну, да, когда ты уже в интернете в интернете. В 2011 год. 96 лет, а там, тебя, по-нашению, не вовремя. Я сам поскачал с интернете в устав, но, как бы, да, сделал устав, занес, получил свидетельство о регистрации. Я примерно понимал, как мне вести свой бизнес, начал его вести, потом оказалось, что, ну, я-то хотел на упрощенке, а сразу, ну, не подал, потому что, ну, просто не знал. Потому что это можно сделать в любой момент, оказывается, это можно сделать только в начале, в начале, да, в начале следующего года. Ну, ну, так, значит, так. Начал работать в конце, там, 2011 года. Я подался. Ну, опять же, получается, три месяца я работал на общей системе налогоположения. Вот. И мне там надо было подать декларацию пустую. Я еще ничего там, ну, не сделал за эти первые там месяцы. Ну, вот. Я ее вовремя забыл подать. Ну, и потом вспомнил, и когда вспомнил, сразу же подал. Вот. И мне сразу прилетело 20 базовых в плечи. Хотя, ну, вообще ничего еще, ну, как бы, ну, что я нарушил? Ну, нарушил, да, фактически, но вот, как бы, неотвратимость наказания, так скажем, от незнания знакомых. Вот. Я получил вот эти моменты, и многих эти моменты, как бы, выбивают из колеи. То есть, начинают работать, и, ну, как бы, логики-то в этом нет. На самом деле, таких вещах. Нет. Вот. А подобная программа, она сможет исключить вот эти все моменты. То есть, человек знает, как, например, писать программу, знает там, как стричь людей, знает, как там еще что-то делать. Но, например, от масштабирования его, как бы, например, если вы на общей системе налогобложения, да, вам надо нанять бухгалтера. Сами вы, ну, если будете с этим разбираться, то вы не сможете заниматься своим основным видом деятельности, если вы один там работаете. Вам сразу там минимум 100-150 долларов надо за это заплатить. Вот. И вот такие вот мелочи, 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 из них все складывается. То есть, вы хотите там развить свой бизнес, получить какой-то консалтинг, вы обратитесь, вам зарядят определенную сумму. Вы посмотрите, блин, за что я там заплачу, не буду я платить, буду сам пытаться разбираться. Сейчас трофею. Это долг. Да, я просто закончу. Можно? Да. Вот. И получается, за счет вот этой платформы, люди, которые хотят заниматься бизнесом, и которых пугают вот эти транзационные вздержки, они спокойно могут заняться. И это только один из, ну, как бы, один из таких моментов. А эти моменты, ну, можно набрасывать и набрасывать. Давайте на этом пока тормознем и разберемся. Давайте. Значит, для того, чтобы начать заниматься бизнесом, нужно преодолеть целый ряд всяких препятствий. Эти препятствия можно убрать. Он еще... Он еще... Безпоративный вопрос. Держите, пожалуйста. А вообще, это хорошо? Что-то убрать эти препятствия. Да, хорошо. Тогда спросим у Маринич. Маринич, что стало с твоей фирмой, которую ты зарегистрировал в 94-м году? В 2001 году я ее закрыл. Много прибыли получил? Ну, что-то знаю. Значительный до 2001 года. А? В 2001 году? В 2001 году это как бы уже стало для меня сильно рискованным, а тут, может быть, еще работал. Даже в Америке до 70-ю, по-моему, если не больше. В 2001 году закрываются в первый год после регистрации. Почему? Нет. Смотрите, тут как бы это самое. У ребят есть одна правильная штука, но это как бы изобилизационный велосипед. В той же Америке существуют инкубаторы бизнеса. То есть, у нас инкубаторы, тогда куда собираться? Это и на речи инкубаторов. Все, понятно. Там как раз инкубаторы снимают вот эти все административные процедуры. Ты вот можешь быть там, я не знаю, хорошим... Тебя взяли и тебя там инкубируют. Тебе все объяснили. Как надо платить налоги, когда платить, тебе дали дешевого бухгалтера, дали дешевого юриста, муниципального, и они за тебя сняли эту проблему. И дальше уже твое, как бы, предпринимательство и твоя жуткая профессионализм. Либо ты это можешь сделать, либо ты не можешь сделать. Но вот если в Америке как бы создали вот такое упрощение, логично, что, наверное, как бы это правильно сделано. Не все, что в Америке с бизнесом? С бизнесом то же самое. Потому что целый год, ну или сколько там тянется вот это после регистрации до закрытия, до панкротства или закрытия предприятия, идет какое-то время. Люди думают, что они чем-то заняты полезно. Они так и не занимаются ничем. Поэтому препятствия на пути к регистрации предприятия выставляются в том числе и для того, чтобы проверить мотивацию людей, которые влезают в этот бизнес. Трофим, например, преодолел все препятствия, когда пошел в этот бизнес и не по упрощенке, а по этим вещам. Ему очень надо. Человек, которому очень надо, ведет себя одним образом. Если вы облегчите эту процедуру и сотни тысяч людей ломанулся открывать свои бизнесы, потом как бы надо будет занимать платформу и их, опять же, закрывая эти бизнесы, кому от этого лучше? Есть еще другой аспект. Получается, для действительно очень мелкого бизнеса они боятся вот этих препятствий, они в него не входят, они работают в серой зоне. А так, возможно, вы можете, это так просто, что вам не надо вот эти разы. Нет, я согласен с тем, что надо упрощать эти все бюрократические процедуры, хотя вот этот момент проверки мотивации, он как-то должен быть обустроен. Хотя бы ты закон прочитай вообще, лежишь, как-то заниматься. Это должно быть рынком обусловлено, а не законодательной системой. Именно рынок должен отселивать сам. Но теперь смотрите, какая штука. в этой стране действует некая норма. Норма, касающаяся, ну, комплексно, да, норма, касающаяся организации бизнеса. Эта норма может меняться. Ну, например, вы там предполагаете некое облегчение. Норма минус один. Легче. Но эта норма как-то реализуется в ситуации. В этой ситуации помимо всего прочего, кроме нормы, в этой ситуации действуют люди со своими интересами, со своими проблемами каким-то образом. Кому-то выгодно упрощение, кому-то невыгодно по разным причинам. Что-то там происходит. Помимо нормы, которые реализуются в ситуации, вы хотите реализовать в этой же ситуации некую идею. предпринимательская идея. Скажем, электрический смарт-велосипед. Вот не было, не было нашим смарт-велосипедом очень умным городом любых смарт-велосипедов. Вы их туда пытаетесь внедрить. Всякое внедрение упирается в сопротивление. Ситуация сопротивляется. изменилась Предположим, прорабатываете упрощенную как бы норму, внедряете благодаря первому пункту. Ситуация изменилась. Была ситуация один, стала ситуация два. Изменилась ситуация, кому-то стало легче жить, по-утому не очень, но тем не менее, ситуация изменилась. Ситуация изменилась еще и таким образом, что теперь в эту ситуацию идеи внедряются легко, ну, легче, быстрее. Это тоже предполагаю. Но с одной стороны, ситуация определяется нормой, которая не реализуется и действует, и идеи, которые мы туда забрасываем. И уменьшаем сопротивление. с бизнесом это понятно, но у вас для этого платформа, да? То есть для физических лиц, для стартапов, малого бизнеса, инвесторов, и даже для государства. Есть там свои преимущества, комплекта. Отлично. Это про бизнес-идеи. Ну, например, смарт-велосипед. Да? А теперь возьмем другую лужку. Это универсальная предпринимательская форма. Вот это вот идея. Теперь вы ее хотите. то есть вот это у вас прорабатывалось как норма, которую надо изменить. Теперь это вообще-то идея. Предпринимательская свежая идея, которую нужно внедрить. независимо от того, какая норма действует. А здесь, видимо, есть второй этаж норм, которая тоже определяет ситуацию, с которой сталкивается внедрение вашей идеи в сами предпринимательской платформы. Понятно, да? Скажите, пожалуйста, как можно вас проконсультировать, в чем вам можно помочь, чтобы не только идею смарт-киосипеда можно было реализовать смарт-город-де-сити, но и ваше умение. Которое касается по большому счету изменения новых. А посетательство на норму как бы вам ну, мягко говоря, не позволено. нормы такого типа они определены тоже законодательством, ну, в виде законодательной инициативы. кто владеет законодательной инициативой тем, чтобы это все реализовать и провести. ну, у меня такое видение, наверное, на этот счет. В принципе, если так разбираться в законодательстве каждого государства, да, отдельного, любого, практически, вот, и разбираться, даже, ну, не хотелось бы затрагивать религиозную тематику, но в догматах религии тоже, в принципе, что хорошо, что плохо, все примерно одинаковые ответы на это дают. Вопрос только, ну, скажем так, в кодификации всех вещей, в том, как они выражены такими-то уже углубленными возможностями по контролю, по реализации этих норм, то есть, это конкретно вот по выражению их в виде там законодательных актов. Мы же не меняем все устои, ценности общества, мы меняем возможность контроля за этими ценностями, возможность их реализации именно с учетом автоматизированной системы, а устои никакие не меняем. Тогда ничего не меняется? Тогда ничего и не меняется? А чего же тогда почему? А чего же тогда почему? Тогда это не реализование? если не меняем ничего тогда еще для всего это государство? Если мы ничего не меняем? Смотрите, еще раз мы не меняем фундамент устоев и ценностей. Тем не менее, мы же прекрасно понимаем, что исполнение этих ценностей, этих норм морали, ну они как бы за счет скажем так людских различных соблазнов они реализуются там но потом занимают министры да 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 вот именно это одна из новых еще еще раз да сейчас обсуждают здоровье обстоятельства этого внедрения велосипед внедрить даже с учетом неустраненных в принципе могут у вас есть контакт с велозаводом делайте уже по виду бегают западного производства самокаты как эти называются приновины всякие все это может делать минский велозавод это не меняет ни моральных устоек ничего но есть все равно препятствия велозавод не банкротили еще там они же в разделе то есть то что там тоже есть препятствия что может работать сделано таким ооо что не может работать один непреодоримый похорон более того как бы в самом деле может оказаться так что велосипед сделали на дворушках минскому велосаводию неконкурентоспособности китайским может быть так пойдет возможно это сложный такой экономический момент можно углубиться в то на сегодняшний день китайский рынок ориентирован на продажу конкретно комплектующих изделий а не на продажу велосипеда цельного имущества и поэтому не отхто не отхто не отхто не отхто висущих китай или соберет вискетах но они сейчас так делают сейчас так по всему миру делают сейчас они делают даже ну как бы ну не конкретно там например белорусские велосипеды но бывают три последних ну то есть совсем проблем нет с этим но вот идеи платформы дигитализации если их будет несколько будут проблемы ну на определенном доработке определенной модели идеи ну как бы модели то есть есть там наши модели есть модель помонинка есть еще чья-то наверное модель там еще вот определение обсуждения и проработки этой модели они могут ну как бы произойти коллаборация этих идей и или выборка именно какой-то идеи которая будет в дальнейшем развиваться правила выбора идеи которые будут такие условия обстоятельства входят каковы условия продвижения идеи которые поменяют норму то ли вопрос твоего впечатления скорее всего кроме того что был посыл вот обществу давайте цифровизацию страны я так думаю что есть и как не смешно и в госорденах тех же примените министров в том же администрации президента наверно кто-то тоже поставил такую козьевку и уже кто-то тоже какую-то версию аналогичную делает петель но а вам в этом самом комитете кого он называется госконтроль экономики которые разрабатывают эти законы к малому и среднему бизнесу ничего такого нет не слышал но у них там есть задача увеличения доли малого и среднего бизнеса доведение чуть ли не до экономики то есть у них такая задача поставили и они там проводят там комплексно пересмотр законодательства пересмотр то есть идет такой процесс как упери то есть процесс уже идет уже прилично одно дело инициировать процесс запускать столкнуть на другое дело когда процессы похожи у них надо встраиваться вот сколько нужно времени и интеллектуальной сил чтобы сделать вот такого рода проработок даже более детальную чем представлено у вас на презентации имеется и техническую сторону тоже или без технической у вас техническая сторона ведь еще не сделает сколько нужно времени на то чтобы в комитете который там там потому что столько инициатив которые размаживают я не помню ее фамилия начальник отдела который принимает она причем классно говорит вы мне присылаете я буду рассматривать любое предложение и это все ложится так она так когда-нибудь может быть будет рассматривать но они все складываются соединенные считаются а это какая норма как бы это вопрос захода то есть можно заходить со стороны с которой вообще это никогда не будет реализовано можно заходить со стороны когда это может быть в карте ну как бы с Минэкономики начиная с начальника комитета заходить это просто будет ну мне кажется ну это можно и выше зайти да то есть если это будет заход через вице-премьера кого же это на меня или администрацию президента ну администрацию да потому что они могут дать распоряжение как бы внедрять то есть мы видим именно заход выше выше я же говорю через коряги на это можно сделать вот может быть быстрые изменения проходят только такси людей все остальное даже то что это диноза в инновации он рассказывал как он пытался инициировать и она все погибло лет пять короче до момента реализации она имела такой вид что уже никакой пользы не было 10 лет 10 и тот же Крупский который возглавляет от Минэкономики всю эту работу и он ее так организовал что там куча бессмысленной работы доведения до деталей проектов которые никогда не будут реализованы тогда мне просто жалко интеллектуальных усилий людей которые тратят их на доработку такого рода проектов которые никогда не будут реализованы если вы не знаете условий при которых этот проект можно продвинуть не мы предполагаем эти условия то есть и мы как для этого и делаем наш проект мы хотим отдать на рассмотрение административных законов теперь вы же по крайней мере не тратите собственные деньги на то чтобы обеспечить программирование технической части потому что там ведь не мозги которых не жалко да там деньги которые жалко если они будут выброшены в пустую ну на данном этапе если то реализовывать сейчас это будет просто вырос на пустую ну потому что мне жалко мозгов ну а не жалко а он сейчас и наткнение можно заниматься глупостями до бесконечности ну мы же занимаемся не только ну нет конечно нет иначе бы я вас я вас сюда не позвал да а позвавши вас я бы хотел чтобы как бы вот это вот обучающаяся публика уже которая которая мы собирались переходить к действиям по его условиям отнеслась ко всему этому как способ умышления про трансформацию страны взять и рассмотреть вот это как способ умышления и способ умышления именно вот в этом плане как бы да как бы норма действующая норма видоизмененная норма которая является проектом и продуктом инновационного внедрения то есть грубо говоря предпринимательского действия там внедряется ситуация и внедрение предпринимательского предпринимательским действием норм меняющих ситуацию 1 делающих ситуацию 2 само регулируется другими нормами соответствующие есть и так далее и антонин я не понимаю что такого нормы никогда не прописываются написано это вот те самые заход моральные обычаи моральные обычаи нормы человеческого взаимодействия обсуждаем мы знаем уже на каком уровне лучше зайти то есть они все таки являются частью ну хорошо когда вы знаете на каком уровне а вы знаете стандартные ответы на этих уровнях в зависимости от того кто такой это тоже вот та неписанная форма ну конечно неписанная форма при этом она ведь не а у вас еще будет вопрос а а вы кому взятку дали чтобы пришли а что у змеи то есть тоже может какого черта сажают всех подряд чиновников наиболее высокого ранга переставляют средства на место ну для того чтобы не было устаканившейся цены решение этих вопросов чтобы она была плавающей договорной это раз во вторых у каждого чиновника есть очерченная не обозначена зона полномочий где он знает уровень тех вопросов которые за которые за решение которых он может браться ему ничего за это не будет да есть вещи за которые он может браться и иметь от этого что-то и тогда он должен спросить а что я с этого буду иметь есть такие вопросы за которые он не должен браться потому что вот это секунд пошло вот теперь давайте рассмотрим ваш проект со всех этих точек зрения сколько стоит в данном случае зайти в администрацию президента это вопрос и ситуации то есть все ну очень может все зависит от ситуации если это как бы представьте себе что вы в России а не здесь как бы вы действовали там есть центры влияния которые могут подавать идеи и к ним могут быть понимаете в России есть Кордонский Рузан там еще целая куча интеллектуалов которые уже разъяснили как это все там работает да работает это таким образом что надо выбить еще под неразработанный проект или закон или норматив нужно выбить бюджетное финансирование да обозначить его даже не выпить прийти за тем чтобы его выбивать обозначить его сумму и каждый чиновник от которого требуется в подписи добро должен знать сколько процентов из этой суммы он сможет распилить так в России решаются вопросы там хорошо и прозрачно по человечеству а у нас все запутано но запутано не потому что у нас все сложнее чем в России да нет у нас наверное все проще у нас просто нет картонского а у задания а есть куча энтузиастов вроде вас которые готовы по щелчку президента президент ляпнул про какую-то айти страну или про что про трансформацию как бы да и целая куча людей добровольно побежало контролировать такие проекты мы это начали до того как он так скажем высказал с чем более но ведь смотрите очевидно что то что вы написали высокий да это ну как-то неизбежный магистральный путь сегодняшней трансформации для которого даже не надо ничего решать вопрос только когда будет и кто это будет реализовывать или кто раньше мы просто можем эту программу впоследствии купить грубо говоря там у Великобритании или у Эстонии или у кого у Солдовской Аравии или у компании Microsoft Google мы ее можем купить а можем ее создать и продавать или кто-нибудь сделает предложив за ну заумеренную плату это поставить чтобы не мучились белорусские у нас теперь все уже под ключ и будет сделано ну мы опять будем в хвосте плестись ну вот смотри а этого не хочется вот теперь смотри я сказал вам что мне этого не хочется как бы да но лица принимающие решения в нашей стране они ведь исходят из самого дешевого варианта почему я говорю помните вы про эти вещи это будет тендер это будет делаться обязательно но не обязательно по вашему проекту зачем может быть как с внедрением сотовой связи может быть тендер за который надо заплатить причем понимал как волком для того чтобы понимали волком сразу как бы да потом когда приходил как бы да они должны были заплатить еще больше еще больше все говорили у нас же есть я лично не вижу проблем в том что будет тендер ну будет тендер окей нет как раз не будет будет конкуренция это в этом смысле это тендерное мышление я понимаю то есть вы выходите в тендер вы предлагаете свой проект да не зная правил игры и норм более того я это вот Мамоненко пока никак не могу объяснить с этим с примером стезинга нельзя переносить технические и организационные изобретения из центров трансформации да или центров промышленной научно-технической революции в периферийные страны потому что там они запускают противоположные социальные проекты и процессы на примере первой промышленной революции объяснил что освобождение людей в Англии демократизация и установление рыночных отношений в период первой промышленной революции в Англии вел закрепощению крестьян вторичному ужесточению укреплению крупных феодальных землевладений и архаизации государственных и политических институтов в Англии свободы вместо этого там в тех местах которые являются ну грубо говоря сериалом революции начинается рабовладение на плантациях клубковых в Америке закрепощение крестьян в Венгрии в Польше в Литве в Руси сегодня если мы пойдем по этому пути если нам бесплатно предложили платформу для этих вещей а 50% надо частного бизнеса сделать а для того чтобы избежать тюрьмы в России Лукашенко надо вообще-то освободиться от нефтяной иглы и в общем лучше сделать процентов 60-70 частного бизнеса и эта задача будет выполняться соответственно для выполнения этой задачи будет приниматься самое дешевое решение вам чтобы это все внедрить надо еще заказать программное обеспечение оснастить закупить целую пучу комплектующих и всякие как бы вам предложат висеть с серверами предложат разместить это все на белорусском не важно разместить в результате оказывается опять белорусские мозги никому не нужны или по крайней мере они бесплатны а значит как бы и на будущее мы закрепляем свое отставание потому что на создании такого рода проектов и всех обстоятельств их внедрения вообще-то мозги развиваются впечатление развивается проектом и так далее но если раз это как бы в пролете в пролете ну люди же не идиоты правда почти в другую страну да как-то так как-то так придет как уже глобальный продукт это может прийти через 5 лет нынешнему страны вполне возможно что это может стать неактуальным если учитывать некоторые нюансы развития так скажем международной обстановки вот то есть это надо уже сейчас это можно сейчас сделать по большому счету ну разными так скажем способами сейчас вот какая максимальная скорость реализации вашего проекта я думаю что до внедрения ну первоначально мы рассчитывали проговаривали это полгода но там уже нет я имею ввиду что это не будет вот в том виде в котором полностью описан проект а это будет ну как бы изначальный первый сегмент ну который уже сможет начнет работать и потом уже будет добавляться 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 будет платформа там на старте было еще что не только воля но и финансирование необходимо да если не ставить что даже финансирование все это скрывать программные продукты они быстро не разрабатывают ну то есть это как ты там не это не подгоняй то есть есть то есть недельная скорость разработки это а и б уменьшение ну то есть уменьшение в смысле перевода предпринимателей на эту штуку я не знаю это даже как бы год звучит невероятно ну у вас блокчейн просто своей сложностью похоронили ладно блокчейн можно взять готовый open source немножко допилить как бы еще ладно ну то есть если смотреть на те продукты что собрались мне кажется они ничего не сделали ну то есть ничего при том что даже они не фальшивки были а действительно что-то начали делать вот телеграмму использую то что вы говорите через три четыре года может быть не актуально даже если вам сейчас дадут старт я думаю что он тоже примерно года три будет двигаться борьбы значит начало работы сколько надо не но обратим внимание ливан как бы значит тут гетерохромность процессов да когда нужно 50 процентов малого и среднего бизнеса вчера вчера то есть это горит значит если платформа берется обеспечивать 50 процентов она откладывается как несоответствующие даже при всем как бы честном бескорыстном отношении да да надо кончить 10 нет вот смотри а ты ведь как бы знаешь то сколько разрабатывается программное обеспечение точно так же как бы а где ты возьмешь 70 откуда как бы понимаешь ты будешь заставлять людей как в армию записываться бизнесмены предприниматели там там не записаться а произвести продукты 50 процентов ну вообще как бы такими методами произвести ну типа надо новые 90-е как бы устроить ну то есть максимально упростить вход ну то есть условно самозанятость разрешить нижний уровень бизнеса там отдать людям ну то есть надо запустить сразу несколько процессов это уже программирование в этом методологическом смысле синхронизация процессов разработка программного обеспечения да привлечение воспитания и снятия хобби у людей для того чтобы они шли предпринимателем как бы да снятия снятия в общем да только эти хобби вбивали чтобы так быстро снять безвести амнисти если здесь вайм три года чума ну да в общем за это время можно кое-что успеть и как показывает опыт белорусского консерватизма да в Гродно модельный город в этом смысле там регулярно происходят такие синусоидальные измерения да дают послабление бизнес быстро вырастает накачивается потом его весь ломают загоняют подполье как бы все падает проходит несколько лет его опять отпускают и он опять отпускает причем лак этот между пересечениями оси синусоиде проходит скажем года 3-4 то лак достижения максимума или минимума активности бизнеса полгода будет моментально это все как бы растет когда послабление чувствуется на уровне страны это будет медленнее тем более что речь идет о регионах во многом кроме кроме всего прочего да потому что там самые большие проблемы с тунеядцами с обеспечением людьми услугами а там люди консервативнее чем гродно 3 года на разработку ПО ну кладем три с половиной года на снятие что еще надо к этому времени подготовить готовить менторов подготовить там не знаю образованием заняться там и так далее и так далее ну грубо говоря в образовании вы кто-то должен этим заниматься всем вы в чем в каком процессе всего вот этого как вы делаете как называется ваша часть работы это не программная они не пишут вы можете в лучшем случае быть задачами а что вы делаете ну они могут в образовании и с точки зрения популяризации снятие фобии интересно а как вы будете фобии снимать снятие фобии это амнистика питала это штрафы и откаты ну и подзалог а не отсидка предпринимателей в тюрьме страхи это разрешение на привлечение частной собственности наземные правы и так далее то есть несколько очень важных фундаментальных вещей без которых вы белорусский обученный народ не обманите ну да это закат иностранных инвесторов в уме это обман поэтому с фобиями не ваша работа в лучшем случае вы можете пропаганды не оксан библиот сказал когда сказали что в случае компенсации выплаты делать выплаты инвесторам если проект закончился не прошло все в стадии конфискуют же все и предприниматели компенсируют хотя бы часть денег которую он вложил в это ой а это еще считать не то есть мы по прежнему конфисковать и когда вы тратите только собственное время у вас мая сейчас наткнение в это делать если вы начнете вкладываться в это дело и не пройдете по конкурсу не повезло да повезло что вы занимаетесь ну вот образовательная часть и консалтинг там у них могут быть и там в том числе именно это могут зарабатывать уже хотя бы какое-то финансирование кроме ну продвижение можно рассматривать их присутствие здесь как образовательные мероприятия да тогда вы должны скинуться и затратить как честные люди а если мы рассматриваем как сам思考 да у вас ведь фиксированы часовой прайсинг возможно они конечно думали что идут к нас образовывать У меня есть гипотеза, чем они занимаются, то есть они являются сами скейкхолдерами этой идеи и поэтому они пытаются бросить идею, чтобы она заразила умы и когда она станет востребована, их наймут для реализации части работы, то есть они как бы одни из подъемчиков реализации этого проекта. Ну я думаю, что да, схема простая, но она ведь трудно реализуема. В наших условиях, потому что, во-первых, для того чтобы от них все шарахались... Надо почитать вот эту штуку. Приходят ребята, бизнес-идей есть. Покажите. Проект идеологии Республики Беларусь. Ну во-первых, это все институты, которые 2003 года были созданы по идеологии. Эти два чувака все это... Говорят, государство потратило кучу поплавок на то, что мы сделали вот здесь на шести страницах. Ну кто с нее будет разговаривать? А тут есть вообще потрясающие... Инновационная платформа будет равна государству, так как будет выполнять все его функции. Соответственно, каждый гражданин будет владеть долей в своем государстве. Это они, как бы, в последней диктатуре Европы, да? Как бы... Ермес. После этого он начал глядеть по своей диктатуре, потому что он будет... Платяне... А как же? Платяне диктатуры. У Бомбкова, кстати, была идея, что Беларусь это такое закрытое акционерного общества. А когда это было сделано? Да, ну да. Нет, нет, нет. Первым словом он начал, потому что да, акцию выпускать. Займу сейчас тут чудовников, которых потом подпулачат. Ну да. При этом, знаете, как бы, я поражаюсь, вот сколько живу в нашей родной стране, столько поражаюсь. Хорошей технической, ну и умственной подготовки людей здесь живущих, да? Такой полной гуманитарной, социальной, политической наивности. Короче, платите... Ну, может быть, проконсультируем. Как идеологию. Эти деньги я не буду, но мне платить, а я их буду на ваши деньги ищать. На ваши деньги ищут. Ну что, есть еще вопросы, замечания? Ну, делать надо, деваться некло, да? Есть замечания, вот, с точки зрения привлечения, на своем существующем? Ну, не нравится создание юридического лица государственного, но оно неизбежно, как вы говорите. Но в данной ситуации наше неизбежно. Противно. Чтобы это было государственным или неизбежным? Ну, скорее всего, оно неизбежно. Я бы предложил взглянуть на, я не велоскорее, типа, госпинская компания на 300. Зачем нам, как бы, государство перебуждать? Надо сделать просто что-то лучше, чем государство. Больше 400. Амбиция именно такая. Шутки шутками, амбиция именно такая. И о нашем мамоненко точно такая же амбиция, да? И точно такой же мозунг предлагал, не ткнули, тезис предлагал Иван Сухи в своем варианте, а эти страны. Обтекание государства. Лезть в те дырки, которые государство до поры и до времени не может заткнуть. И когда оно появляется, на это уже надо реагировать. Не запрещать, а реагировать. Почему в этом смысле, вот смотрите, ведь в Беларуси нет ни одного комитета, фабрики мыслей, там, или интеллектуального центра, ни в государственных, ни в государственных структурах, которые думали бы перспективно и наперед. Ну, кроме нескольких энтузиастов. В разных областях такие энтузиасты есть, но кто и слушает этих энтузиастов. Этого нет. Поэтому нет программ развития. Раз нет программ развития, то у государства нету опережающих, ну, законотворческих действий каких-то, да. Которые открывали бы перспективы, и туда люди ломились. Они все задним числом принимаются. Ну, вот пошли, работа с большими данными. Надо принимать закон или концепцию защиты, там, да, безопасности и так далее. За что ни возьмись, мы всегда задним числом принимаем эти вещи. Поэтому нет. А почему так происходит? Именно потому, что предприимчивость белорусов, ну, или, там, не знаю, первый мир, что-то сюда сбрасывают, внедряют. Оно проникает, и уже, как бы, по факту с ним надо считаться. Его надо как-то оформить. И тогда он уформляется. В данном случае можно ждать, конечно, доброй воли государства. А можно пытаться что-то делать. Ну, чтобы это что-то делать, вот в России это все делается именно таким образом. Пробивается бюджетное финансирование. Благо там есть, как бы, куча бабла, которые некуда делать. Да. И они открывают какой-нибудь, там, кризис такой, да. Дальше пилят это будет бюджетное бабло. У нас государство последние годы является бедным. Поэтому рассчитывать на бюджетные деньги нельзя. На какие еще можно деньги рассчитывать? На токены, я думаю, что тут не расширюешься. Нет, не расширюешься. И это одно из направлений, ну, как-то, проработки, да. Проект. Потому что, может быть, какая-нибудь ТНК может быть заинтересована в каких-то деталях проекта. Будучи заинтересованным деталям, оно может оказаться, ну, скажем, вкладчиком. Да. Белозавод, да. Уже уже, как был, это был? Белозавод, да? Белозавод, да. Уже уже уже, как было? Белозавод, да, откуда был? Белозавод, госпредприятия? Убыточный. Ну, нет, сейчас нет еще. Уже нет еще. Которые, они разделили, я даю, что там, которые работают? Они работают? Они отделились, делали о Мотовелозавода. А Мотовелла, такой, акционерного, он банкротится. но сколько там можно урвать с велозавода я не знаю но я точно думаю что не на смарт-сети возможно что в этом могут быть заинтересованы скажем те кто хотели бы амнистии капитала в тот же условно говоря wargaming там еще кто-нибудь арбузов тот же который вроде бы вышел под залог и так далее но опять поставлять сумка какие на это могут быть потрачены и прочее но а дальше она что вы будете тратить инвестиционные деньги можно все зарыть в этих самых айтишных чернорабочих зарядительное изготовление программного продукта это потребует затем закупки харда соответствующего оснащения там серверами там еще какой-нибудь премию стекловолокном там что еще понадобится для развития всей этой инфраструктуры как бы да то есть это не дешевит удара удорожает но еле и сервера белорусского государственные сеть был телефон я не знаю возможно возможно что уже все есть возможно что ничего нового не понадобится я не знаю ну и потом дальше если брать образование и прочие вещи это все тоже стоит денег и по сегодняшним меркам это стоит гораздо больше себестоимости программа кто за это будет платить ну вот мамоненко не хочется он проводит курсы подготовки чернорабочих ну конечно и при этом они сами за это платят это можно вывести на самоокупаемость но это маленькая часть образование не бывает самоокупаемость но по-крайней мере в виде и потому что она отбивается через много лет причем не любого инвестора это устроит кто является инвесторами точнее не инвесторами а фундатор американских университетов но в европе там другая ситуация государственного все берется почти во всех странах в америке обычно за это платят выпускники университетов или те кому университет издают почетное звание типа больших вроде билла гейтс они соответственно вносит фонд этих университетов соответствующую сумму и там три источника ну точнее 4 4 как повезет федеральное финансирование бюджетное штата финансирование это пожертвование выпускников которые достигли успеха и которым там всякие бонусы под это дело даются ну иногда иногда это бизнес продукции запретение еще что-нибудь там и так далее так вот четыре источника финансирования образования у нас не один из этих источников не работают наши даже государство финансирует не образование под готовы так но как бы они все равно будут делать шарматы энтузиасты как бы они все равно это будет делать меня интересует дальше чем по этому поводу дел ну во-первых какова бы ни была критика такого рода вещей они заслуживают требуют самого серьезного отношения тем более что они сделаны на цвета особо зачатым критикам требуют к себе серьезного отношения они могут быть где-то не дотянуты где-то могут быть проколы там и прочее как бы да но здесь очень важно вот это вот как это инициатива нас здесь можно конечно потом говорить что чем больше этих проектов будет кто-то может выиграть если придет сюда дядя из первого мира и не покроет все ковровыми бомбардировками если кто-то выиграет остальные не выиграть пусть неудачный плачет как но в зависимости от того с тем как бы можно работать ну как бы надо поддерживать выигрышные были так перспективные они никогда не будет даже если кого кого-то выберу из этих проектов мы все равно инициатива сейчас на и подключиться к частным инициативам тем кто участвует во втором третьем проекте уже здесь есть вещи которые момент запасно могу притянуть если грубо говоря не стыкуются особенно с точки зрения автоматизации это не альтернатива это в русле когда но тут ведь какие-то чтобы да насколько тут нужен опыт такого рода реформаторский день я научил понимать как работают мозги в этих местах когда заметал с казулиным тогда еще заместителем министра образования в самом начале лукашенковского управления дрались за то чей проект пройдет по учебникам для средней школы есть два варианта стоящие примерно одинаково один вариант это поручить белорусским ученым и учителям разработку белорусских учебников для белорусских школ на это уходит год полтора-два постепенно можно как бы наводить производство второй вариант закупить готовые учебники в россии и пользоваться этим такой вариант выбирается тот российский вариант даже дешевле ну парень не собственно развал школа создавала для этого надо понимать ценность мозговка люди которые работают над учебниками они работают над содержанием образования и они сделав учебник выносят продукт оплаченный плюс они готовы к дальнейшем работам в этом направлении если закупить учебники которые сделали чужими мозгами чужие мозги а свои согнуты в результате когда приходит время дальнейшего реформировать а не с кем так и тут как бы у нас жарко становится поэтому последняя реплика есть у кого-нибудь ну работать и 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 Продолжение следует...